Приветствую вас господа мы, у микрофона я, у слуховых аппаратов вы, а это значит что мы начинаем новое видео, герой которого вафлепупсик Е100, которому уже 9 лет, 9 лет этому замечательному танку, 9, невероятно насколько он старый. В игре он был всего лишь 3 года, и все эти 3 года его нерфили, с 2013 по 2016 нерфили раза 4, стабилизацию пару раз нерфили, первый раз вообще ему стабилизацию на 200% понерфили, скорость поворота, башни, просто скорость поворота, забрали 1 снаряд, уменьшили количество хп, уменьшили обзор там до 380. Но что основное не забрали, это альфа 560, кд между снарядами 2 секунды, пробитие ббшкой у нас 276, пробитие голдой 352, скорость полета ббшки 1200, голдой под калибром 1500. Основные вещи остались, 58 секунд кд барабана с 5 снарядами, а с 6 было 60 секунд. И сейчас мы видим, как наш герой врывается раздавать первый барабан на горизонте лора, она 580 кп, и пока снаряд летел, 200 осталось. И мы готовы еще 4 снаряда по 560 давать. Выезжаем на ТНХ ТВЗ-51 и даем ему по жопе 1, 2 и все, и конец. Видим сейчас Скорпион, и сейчас наш герой допустит... Ну, он наверное хотел дать урон и не получить в ответ, поэтому поспешил. А спешить на Ваффентрагере нельзя во время стрельбы по одной простой причине. У него плохая стабилизация, ее нерфили несколько раз, она в натуре не очень, но быстрое сведение. И здесь дилемма. С одной стороны, для выживания нам стоять долго нельзя, а с другой стороны, для нанесения урона, нам нужно постоять хотя бы секундочку, чтобы пушка свелась. И мы видим, что наш герой стреляет с вертухи мимо, и потом блайндом стреляет. Блайнд, я так понимаю, залетает, а вот вертуха залетает в скалу. Но это справедливо, потому что стабилизация плохая, стреляли мы через полкарты. И уходим на перезарядку. Уходим на перезарядку, у нас 2 кила, 1267 урона, хотя скорее всего еще 560 можно добавить, грубо говоря, у нас 1800. Нам в спину заезжает 60 ТП, но наш герой на него не обращает внимания, и как в итоге окажется, 60 ТП там уже не очень. Он немножко болен, немножко ему плохо. Вот такой вот он, 60 ТП раненый, поэтому он боится, никуда не вылазит, сзади нас прикрывает Т-77. И сейчас, обратите внимание, мы заряжаем барабан против нас Type 5 Heavy. Они там на перезарядке, наш герой выезжает. И что он делает с Type 5 Heavy? Он просто дает ему в силуэт, голдой 350, 2700 урона он нанес. С хвостиком. Это просто обалдеть. У нас уже 4 косаря. 4 косаря плюс 1 блайнд в Скорпиона. Скорее всего у нас где-то 4600 урона. Уже вот мы 2 барабана раздали, все. Да, мы потратили половину ХП. Но в принципе мы еще вполне себе способны продолжать бой и заряжаем третий барабан. И это танк, который 3 года нерфили. Слава богу, что его вывели из игры. Поскольку, ну это сильно жестко. И такие танки, как Type 5 Heavy, они же ну просто, ну, ничтожество. На фоне вот этого зверя. Да, на вафле тяжело жить. В замесе тяжело выживать. Но если враг разрядился, то мы выезжаем и еще пошел барабан. Добиваем Type 5 Heavy. И потихоньку раздаем снарядики в Ягу Е100. Посмотрите на Ягу Е100. Лучше не смотрите на нее, о боже, 6200 плюс блайнд. Это просто забей. Но это ненормально. Причем я заметил, большинство играют на фулл голде. Я уже смотрю третий реплей на Оффентрагер Е100. И вот что я заметил. У многих ХП не 2000, а 2000 с хвостиком. Они там то ли полевую качают, то ли закалку ставят. И все играют на фулл голде. Все. Абсолютно. Я ни одного чела не видел, чтобы он вообще хоть заряжал хотя бы один барабан не голды. Вы представляете, насколько экономика в игре хорошая? Нельзя же разработчиков не хвалить. Поэтому, ну вы понимаете. Экономика хорошая. А какая она еще может быть? Все играют на фулл голде на десятках. Самый дорогой уровень в игре. Плюс еще имбовый старый токсичный танк. Будет стрелять блайндом. Не, я передумал. Даже герой не захотел. Даже играя в топе, хотя бы там в полевой модернизации, можно было бы поставить ББшки какие-нибудь. Но, может, нету полевой модернизации. Видимо, у нашего героя 2000 хп. Нету там ни 2100, как у некоторых, ни 2200. Всего лишь 2 косаря. Итак, выжидательная у нас позиция. Все-таки 1000 хп. Ваффентрагер. Танк не про танкование. Не про то, чтобы на первой линии светить. Поэтому двигаемся на расстоянии вытянутой руки за своими союзниками. И это правильно. Едем вперед. Поскольку там есть и прожеты, и тяжи слева уже поднялись. Ждем, когда враги засветятся. Видим, что карту штиль переделали. И видим еще, что наш герой успел леопарду дать по макушке. И слева проснулся. Т-34. Тут люди на новинках катают 2013 года. А он на Т-34 до сих пор гоняет. Вертуха. И сведение. Итого 1129. 8 косарей урона. Уйдет ли наш герой на КД с двумя снарядами? Мне кажется, я бы уже ушел. Поскольку два снаряда давать как-то не весело. А пока я доеду, уже половина барабана будет заряжена. Может быть, наш герой думает, что... Уйдя на перезарядку, он может не успеет пострелять. Так или иначе, едем с двумя снарядами вперед. Ну и у нас 700 хп. Мы можем даже и эти два снаряда не дать. Но скажу вам по секрету, это самый настрельный бой. Из тех, что я видел на Ваффентрагере. И здесь явно нас ждет еще не только эти два снаряда. Хотя наш герой как-то небезопасно сюда подъехал. Сначала он слишком пассивно, с 1000 хп там выживал. А теперь он слишком агрессивно. Заметил наконец-то, что сзади есть прострел. Надеюсь, он сведется. Кстати, мог по крышке двигателя рикошетнуть, но... Свелся, попал. И теперь у нас хп еще меньше, и мы тут заживаем. Повезло, что враги приехали все сюда. И с кемпы нам не настучали по нашему кумполу. Огромному, прям космический шаттл какой-то. Сидим, ждем следующий барабан. И мы обязаны еще барабан раздать. Обязаны. И самое интересное, я не видел как, но с 365 двумя хпшками наш герой еще каким-то образом выдаст барабан. Хотя против нас скорострельный объект 140. Еще и объект 257. То есть даже если мы начнем раздавать свой барабан, 140 должен успеть стрельнуть. Но у него может не пройти альфа. Вот мы зарядились. И сейчас у нас должно получиться 12 тысяч урона. Не спрашивайте как. Должно и все. Так, 140 вырывается. И у него не проходит альфа. Не проходит альфа. И он загорел. Наш герой не чекнул камерой от третьего лица. И стрельнул на ходу неудачно в конце. Вот когда ты выезжаешь на врага из-за поворота, можно же камерой просто посмотреть, повернуть, что там за углом, а потом выезжать. Может быть надо ромбануть или нельзя выезжать. Но наш герой, видим, что профессиональный игрок и не мне ему подсказывать. Он на Ваффентрагере на фулл голде 12 урона сделал. Но наш герой спешил, наставлял урон. Молодец. В принципе все сделал правильно. Поиграл в картошку на Ваффентрагере на фулл голде против восьмерок. Набил 12 тысяч урона с некими маленькими недочетами. В принципе молодец. Лайк, подписка. С вами был Варчик. Играть красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях, как вам этот старый понерфленный боец, которого в рандоме не было 5 лет. Всем удачи и пока. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях.